Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу! В этот воскресный день мы при лицом Господа Бога в Доме молитвы. И я хочу прочитать в начале один стих из книги Иисуса Навина, 22 глава, 16 стих. Так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? И второе место, тоже вначале прочитаю один стих, это второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И проповедь будет на эту тему, прежде придет отступление. Дорогие друзья, мы прочитали о каком-то дне, ибо день тот не придет. О каком дне, говорит апостол Павел? Конечно же, о славном, о великом, о благословенном дне. О дне Иисуса Христа, которого в те мы ожидаем, которого ожидает Церковь Христова на земле. День Христов. Это желанный для нас день. И здесь мы прочитали, день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Я хочу напомнить вот некоторые еще слова из Священного Писания, что Писание говорит о дне Господнем. «И покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, крови и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». И у пророка написано «страшный». И еще хочу прочитать, еще одно место напомнить, что говорится за день Господень. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попали ты в грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корней, ни ветвей. А для вас, благоговеющее пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Дорогие друзья, в другом месте пророк говорит о желающем дня Господня, что это день тьмы будет и мрака. Это будет необыкновенное время, необыкновенный день. И Церковь, народ Божий, мы ожидаем этот день, что он придет. Но он говорит «прежде придет отступление». Прежде этого дня придет отступление. И признаком, что этот день близко, при дверях, это будет отступление, которое будет на земле. Дорогие друзья, я хочу сказать то, что вы уже, думаю, все знаете, что мы вошли в это время, когда это начало отступления. Я вспоминаю свое детство, когда даже мирские люди, вот им стыдно было разводиться. У них стыд какой-то был, чтобы разводиться. Им стыдно было делать какие-то постыдные грехи и хвалиться ими. Им стыдно было. А сейчас, допустим, Содомский грех на самых высоких уровнях превозносится и предлагает это в народы. Не только, чтобы где-то кто-то, а чтобы всю землю опутать этим грехом. Содомский постыдный грех, за которого Бог уничтожил Содом и Гоморру, сейчас предлагается для всех. И желает навязать Сашко. Говорит, прежде придет отступление. И тогда только откроется человек греха, сын погибели. Итак, день этот будет необыкновенный. Он, мы прочитали, что будет, будут, Писание говорит, происходить большие изменения, большие катаклизмы на земле, в природе. Это день. И вот, дорогие друзья, постигла пандемия всех. Но между тем, когда мы, Христос, когда вспоминает за эти дни, Он говорит, что будет и продолжаться обычная жизнь на земле. Вот Он говорил, вспоминал за Ноя, за Лота Господь, что будут, что будут люди на земле в то время делать. Что они будут жениться, выходить замуж, садить, строить, продавать. И вот, дорогие друзья, наступила пандемия. Люди продолжали жениться, выходить замуж, садить и продавать. И так будет до последнего дня, до последнего времени, что обычная жизнь, что которая была, то, что люди делали тысячелетиями, оно это будет продолжаться. Но что же будет необычное? А то, что Господь показал, что как было во дне Ноя, почему Бог повелел Ною, который обрел благодать у Господа, Он сказал, я определил истребить всю землю. А за что? Потому что я раскаялся, что сотворил человека. Разложение пришло, грех пришел, беззаконие на землю пришло. И у Бога есть мера, есть весы, есть бордер, который нельзя переходить. И когда люди перешли, то излился суд и гнев Божий. Излился суд и гнев Божий. Дорогие друзья, и так было в Писании, он вспоминает, во дне Лота, что этот праведник мучился ежедневно в праведной своей душе. Почему? Слыша и видя дела беззакония. Беззаконие настолько было открыто, настолько наглое было, что он видел и слышал. И он мучился в праведной душе своей. И в день, когда он вышел, дождь излился от Бога на землю, серный и огненный, и все истребел. И Господь, когда был Иисус Христос на земле, Он вспоминает это за Ноя, за Лота. И Он говорит, что так будет в последнее время. И апостол учит, что прежде придет отступление. Оно должно совершиться. Мы ожидаем этот день. Он для одних будет страшный, а для других будет славный. И вот, дорогие друзья, вот настолько опасность этого дня, возлюбленная Господом. Потому что, когда-то Бог еще от начала говорил Каину, когда делаешь доброе, то не поднимаешь ли лицо. А когда злое, тогда лицо опущено у человека. Когда злое в сердце, или замысел, или грех, или беззаконие. Да, Он может перед друзьями показывать вид, что Он вроде веселый, жизнерадостный. Но в душе Его грех, печаль, скорбь, теснота. Потому что к этому грех приводит. Прежде придет отступление. Он говорит, что грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И так Бог показал, что грех будет привлекать. Вот грех будет завлекать. Но у людей есть сила. Через Иисуса Христа господствовать. Выйти победителем. Поднять лицо. Это, дорогие друзья, противостать греху. И поэтому Христос сказал, когда увидите все это сбывающимся, что наступает этот день, то что сделаете? Поднимите головы ваши. Приближается избавление ваше. Да, это в начале трудности, это сложность, это проблемы. Но день за этим Господним грядет. После этого придет день Господний. Не всегда будет растенечестие. Не навсегда будет допущено беззаконику действовать. Для него будет определенная мера. А после этого наступит славный день Христов. Возлюблены, дорогие братья и сестры. Но вот как раз в этот период нужно устоять. Нужно оказаться верным Господу. Не отступить от Господа, потому что прежде придет отступление. И обольщение врага будет. Мир захвачен. Неверующие служат ему. Как бы прельстить? Как бы обократь и тех, которые избраны? Как их прельстить? Которые в церковь ходят? Которые заключили завес с Господом? Которые богаты в Иисусе Христе? Вот в этом, дорогие друзья, враг, значит, старается, чтобы обольстить верующих людей. И для этого нужно бодрствовать. Потому что это время настолько опасное. Будут создаваться всякие программы. Будут, значит, создаваться всякие условия, чтобы грех был привлекательный, красивый. Значит, чтобы он привлекал человека к себе. И это делается. Это делается сейчас. Через интернеты, через компьютеры. Это делается сейчас. Чтобы грех был привлекательный. Он влечет в тебя к себе. Но Господь предупредил. Но ты господствуй над ним. Не давай его, не упускай его в свое сердце, в свою жизнь. Вот, дорогие друзья, как они, эти люди, беззаконники, рекламировали свои законы. И провели ее жизнь. И мы прожили в городе Портланди очень много лет. Был чистый, приятный город. Посмотрите, что они законами своим во что превратили. Город. Вот когда они издали эти законы, чтобы наркоманы сюда приехали. Во что они превратили улицы. Мы сами все это видим. Вот это делает грех. И вот эти люди обольченные, которые мы могли бы жить нормальной жизнью, они живут, значит, уже на земле униженные. Где грязь? Где мусор? Где вот все? Они там живут. И вот их настолько обольстели, они даже не видят. Они не спешат в церковь, они не спешат каяться. И это проводится в этой жизни. Вот вы посмотрите, они уже здесь на земле обкраденные, обманутые, несчастные. Скитаются, бегают. Я утром еду. Они стараются обогнать гарбич, чрак, чтобы вот эти гарбич-кэнс, открывать, и эти вот собирают баночки. Им надо покушать, они уже голодные. На наркотики надо собирать. Они могли жить в своих домах, своими семьями. Они могли славить Господа и радоваться, но грех их настолько обокрал, унизил, растоптал, все человеческое в них. Прежде придет отступление. И вот враг замахивается на святое наследие Божие, чтобы как бы обольстить, особенно молодых людей, неопытных. Ну, в церкви скучно, родители уже надоели этот. Every day new note. Вот так не делай, так не поступай. И, значит, он хочет обольстить. Посмотри, вроде он хочет грех сделать привлекательным. А что за ним стоит? А за ним стоит обман, смерть. Прежде придет отступление. И вот откуда я начал читать из книги Иисуса Навина, я хочу вам объяснить, вот это, значит, пришел Финьес, пришли избранные от колен Израилевых к обществу народа Божьего. К обществу народа Божьего, потому что там возникла проблема, что там, значит, два колена и Манасина, половина колена, они же, получается, получили удел по другую сторону Иордана. А все общество, значит, девять с половиной колен, получили в основной земле, где было для Израиля. И вот, когда они уходили, они, значит, их отпустил Иисус Навин, благословил, они исполнили слово, им было поручено Моисем, что вы семьи свои оставите детей, а сами пойдете с братьями сражаться за ту землю. И вот они все исполнили, он их благословил, отпускает. И когда они возвратили свою землю, то они возле Иордана решили соорудить жертвенник. Жертвенник. И вот тогда пришел Финиез. И эти, значит, от каждого колена начальники, они сказали, что это вы сделали, вы сделали преступление, вы отступили от Господа. Почему? Потому что по закону жертвенник должен был только там, где Скиния. И нигде, ни в другом месте, только на этом месте. Из каждого колена люди приходили туда, приносили жертвы, и там должны поклоняться Богу. И посмотрите, как тогда люди, тот народ, тот род, который был боязненный, почему не забили тревогу? Ну что они такого сделали? Они увидели в этом отступление. Если так будет, это будет отступление, это нарушение, потому что это против закона Божьего. Никто не должен нигде сооружать другой жертвенник. Это против закона Божия. И он сказал, вы отступили, почему это вы сделали? И тогда они им объяснили, мы построили этот жертвенник, не для того, чтобы приносить жертвы, но мы построили его как свидетель, что пройдет время, и чтобы ваши сыновья, нашим сыновьям не сказали, иордан граница, и нет вам части в Господе. Поэтому мы его сделали как свидетель, что и наши дети, наши сыновья, наше потомство может служить Господу. И когда они так ответили, они успокоились, благословили их, и в мире возвратились, сказали, что все хорошо, вы не сделали преступление, потому что они сделали как свидетель, как подобие, что и эта часть земли за Иорданом, это тоже один народ, и все они принадлежат к одному обществу, и могут приходить к жертвеннику Господню. Но я хочу обратить внимание на реакцию людей, как они среагировали быстро, чтобы не было отступления в народе Божьем. И я хочу показать, дорогие друзья, когда благословил их Иисус Навин и отпускал вот эти два с половиной колена, то сказал им, с великим богатством возвращайтесь вы в шатри ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью, с железом, и с великим множеством одежд. Вот он отметил, это нельзя было скрыть, с великим богатством. А почему? Потому что эти люди любили Господа и слушались Его, и Бог благословил. Вот это посвятствие послушания, хождения в Господу, благословения. И давайте прочитаем еще из книги Судей. Вот, когда пришел другой род, которые стали нарушать, что же с ними случилось? Куда исчезло их богатство? Вот книга Судей, вторая глава, есть такие слова, 14 стих. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня, везде было им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. Вот, что принесло отступление, какие плоды. Они не захотели ходить путями отцов своих, быть верными Господу. И что же получилось? Пришли враги, стали отбирать их, грабить их, грабительство пришло. Пришла теснота, теснота пришла. Грех не принесет радости, грех не принесет изобилия, грех не приносит благословения. Грех отнимает все. Он грабит человека, он тесноту в воде. И вот, когда они отступили, их постигло все это. Их все постигло. Вот пришло это последствия, это плоды греха. Давайте прочитаем еще из одной главы, вот книга Судей, из шестой главы. Такие слова. Сыны Израилевы стали опять делом злое пред ночами Господа, и предал их Господь в руки Майденитян на семь лет. Тяжела была рука Майденитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от Майденитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Майденитяне, и Амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими, с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. Вот вы посмотрите, плоды отступления. Вот отступили. Они думали, жить будут, как дети говорят, шикарно. Радоваться будут. А не то пришло. Пришли большие проблемы, враги пришли. Они в своей земле. Надо прятаться. Надо прятаться. Мы читаем дальше за Гедеона. Он спрятался, выколачивает пшеницу. Вокруг враги. Заберут все. Голодный будет. Семья будет умирать. Это плоды отступления. В своей земле. Где им Бог дал благословение, а то ваша земля. Никто не имеет права претендовать на нее. А враги ходят по ней и распоряжаются ихним всем, как будто это ихние. И все молчат, все скорбят, все в тесноте, все в проблеме. А они в укрытиях. И вот, дорогие друзья, пришло опустошение. Пришло опустошение. Вот когда оно в сердце приходит, это опустошение, грех пронодим. И оно и на материальное сказывается. И туда переходит. И везде проблема. А из-за чего? Отступление от Господа. Отступление от Господа. Дорогие братья и сестры. Дорогие друзья. Вот мы прочитали, что прежде придет отступление. А Господь сказал, поднимите головы ваши. Наоборот, должно быть. Дорогие друзья, не давать место дьяволу, не давать место греху. А поднять голову, это восстать против греха. Это быть чистым сердцем. Это быть готовым к встрече со Христом. Потому что близок день его. Близко встреча с ним. Дорогие друзья, славная встреча со Христом, когда Господь будет раздавать венцы победы, благословения. Говорит, а для меня готовится венец жизни. Вот так каждый, что бы ходил в собрание, для меня готовится венец правды. А для меня венец жизни. А для меня венец победы. Потому что я отверг нечистоту грех. Я старался хранить себя. Вот так, чтобы каждый жил такой надеждой. А не для того, чтобы, дорогие друзья, давать место дьяволу, о котором написано «Не давайте место». Не давайте место. Потому что он, когда вторгается дьявол, он все заберет. Он заберет молодость твою. Он заберет здоровье твое. Он заберет богатство твое. Он разрушит семью твою. Он все заберет. Он ничего не оставит. Враг так не приходит. А украсть, убить и погубить. Прежде придет отступление. Дорогие братья и сестры, вот я хочу напомнить из священного писания, значит, о том, как когда-то было в Израиле. Однажды к Ахаву, царю израильскому, пришел Иосафат в гости. И они устроили такое довольно красивое, такое зрелищное, праздничное собрание. Возле ворот. Обычно тогда в тех городах возле ворот была площадь большая, где могли собирать народ. И там поставили два престола. Они же, конечно, в царских одеждах с пышностью пришли, уселись на этих, значит, седалищах, этих престолах. И вот царь израильский обращается к слугам своим. А что, вы не знаете, что Ромов, Галаадский, это наш город? А почему мы от Сириана его не забираем? Ну и все, раз царь сказал, давайте пойдем. Он обращается к Иосафату, а ты пойдешь со мной? И тот дает согласие, и я пойду с тобою. Ну, давай вопросить надо Господа. И Ахав собирает пророков. Около 400 человек. Примерно 400 человек пророков. И все они в один голос пророчествуют, будет успех, царь, иди на Ромов Галаадский. Будет успех. А вот почему-то Иосафат что-то заподозрил. Ну, что-то очень уже так красиво, да, и Аха уже не хвалится. Я думаю, он знал, вот не ходила молва, что Ахау праведник. Такого не было. Что-то другое. А что такой успех, такое благословение, что же это так? А есть, говорит, еще человек, через которого можно вопросить Господа. Он говорит, есть, Михей, но, говорит, я его не люблю. Он всегда про меня пророчествует недоброе. Но тот, говорит, не говорит так царь. И тот приказал, позовите Михея. И приходит Михей. И они обращаются, иди. Ну, говорит, иди. Он, говорит, заклинаю тебя Господом, говорит то, что от Господа. И тогда Михей начал говорить то, что от Господа. Я видел, говорит, престол великий и сидящий на нем Господа. Возле него слева и справа стояло все воинство Божие. И Бог обращается и говорит, кто бы увлек мне Ахава, чтобы он пошел в ромок Галацкий и пал там. Ну, дорогие друзья, ну, куда яснее Слово Божие. Вот он рассказывает про Совет Божий. Кто может прийти в Совет Божий и услышать, что там решается? А Михей, Божий пророк, он раскрывает, что было в Совете Божием. И он говорит вот так. И вот, говорит, один говорил одно, другое, другое. И предстал один дух и сказал, я увлеку. И Господь говорит, чем ты увлечешь? А я сделаю духом лжи и войду в уста всех пророков его. И я склоню его. Он говорит, сделай. Ты склонишь и выполнишь это. И вот сейчас Михей говорит, Бог попустил уста всех этих пророков. Он покажет на этих пророков духа лживого. Дорогие друзья, ну куда яснее откровение, куда яснее Слово Божие, предупреждение, что яснее? И что, а хау послушался Михея или пророк? Михея, он в тюрьму посадил, говорит, кормите его скудно хлебом и водой, покуда я возвращусь в мире. А Михей смело говорит перед народом, если возвратишься в мире, не Господь говорил через меня. И мы знаем, что а хау уже не возвратился в мире, его мертвого привезли на колеснице. Слово Божие исполнено полностью. Но что я хочу, для чего я все это рассказал? Почему? Я хочу спросить всех на размышление. Почему дух лживый, вошедший во всех пророков, не вошел у Михея? Почему? А потому, что он не мог войти туда. У Михея в жизни не было отступления. Дорогие матери, дорогие отцы, дух лживый, дух обольщения не войдет ни в какую семью, если мать будет хранить себя, если отец будет хранить себя, дух обольщения мира сего не войдет туда. Но если вы не будете хранить, это будет открытая дверь. Как бы вы открыли и сказали, заходи, пожалуйста. Да, никто не хочет плохого. Но всякий, кто отступает, он открывает дверь греху. Враг потом не спрашивает, дверь уже открыта, он вторгается, он делает зло. Если отец и мать отступают, нарушают. Вот те заметили, только что-то не так сделали из закона Божьего. Они даже собрались идти войною на них, на те два с половиной колена, но прежде послали Финиеса и начальника узнать, что же там произошло, расследовать, как Слово Божие, как закон учат. И вот они, когда расследовали, не успокоились, что преступление не было сделано. Дорогие братья и сестры, отцы и матери, если допускать отступление в жизни, грех потом сам войдет, враг потом войдет, не надо ничего делать больше, дверь уже открыта, дверь открыта, заходи, бери, что хочешь, поражай, кого хочешь, поражение потом придет. Что же нужно сделать, дорогие друзья, чтобы этого не было? Нужно поднять голову, поднять голову это исповедоваться, поднять голову это очиститься, поднять голову это освободиться от всякого греха и беззакония, потому что наступает славный день Христов. Но перед этим много будет трудностей, много испытаний. Мы только какую-то тень еще увидели. Оно стало захлестывать, покрывать всю землю, и Господь предупреждал, что день тот, как сеть, он найдет нам всю землю, люди не поймут, мирские, не будут понимать, что происходит. И только святые, которые вообще не с Богом понимают, что это наступает день Христов, это перед днем Христа такое должно совершаться. Поэтому да поможет нам Господь, дорогие друзья, очистить себя. Если вы не хотите, чтобы у детей ваших было отступление, дорогие матери, не позволяйте отступать вам. Отцы, не позволяйте, не позволяйте отступать. Ной был проповедник правды. Мы, может, не все можем сказать прямо о Христе, но своим поведением на работе, дома, на улице, своей христианской одеждой, христианским языком мы можем сказать, что мы христиане, у нас будут соседи видеть христиан, но если мы будем одеваться по-мирски, и если мы будем, дорогие друзья, допускать всякие плохие слова, всякую нечистоту, что люди будут слышать, то мы будем тьмою, и враг будет заходить в такие семьи, потому что дверь открыта. Не допускайте, не допускайте отступления, потому что это страшно, это страшно. Те, что допускали отступления, к ним приходил враг, приходила теснота, приходило рабство, приходили большие проблемы, когда люди допускали отступления. Поэтому давайте в этот час помолимся, и в этой молитве, когда вы услышали слово от Господа, так согласитесь, дайте обещание пред Господом, что я исповедуюсь, я очищусь, я освобожусь, я не хочу жить со грехом, я хочу быть свободным, свободным сердцем, чтобы с радостью встретить день Христов. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.